Впервые Юрий Козылев попал на войну в 26 лет. Молодого прапорщика милиции распределили на блокпост в Аргунское ущелье. Через два месяца дома его ждал друг Эдик Кадыров, который накануне вернулся из Чечни. Он тоже вопрос задал, ну и как там. Я сказал, ты сам знаешь как там. На этом у нас разговор про командировку закончился. Передышка длилась недолго, и весной 2000-го наш герой уже шел по-грозному в одной колонии с Сергиево-Пасадским ОМОНом. Воевать или нет, не задумывались. Долг службы звал и порой не оставлял выбора. Не хотелось, что здесь произошло такое, что у них там происходит и все. Просто не хотелось. То, что, конечно, страшно там. И пленных доставали, ребят видели, как их меняют, какие они оттуда возвращаются. Эти несколько месяцев войны изменили жизнь Юрия. Привыкать было тяжело, отвыкать по возвращении еще труднее. Ну, были случаи, конечно, если машина хлопнула или стрельнула, или тоже, все. Голова сама обжимается. Война разлучила друзей навсегда. Эдуард Кадыров погиб в Грозном в 2001-м. И посмертно награжден орденом мужества за отвагу. У Эдика и на день рождения на кладбище, и в день гибели на кладбище собираемся. Память нужна. Если не будет памяти, подожди зачем. Если ты не помнишь, кому ты все обязан. Участников Чеченской войны связывает Совет ветеранов Ленинского ОВД. Вот уже 25 лет здесь организовывают встречи, помогают найти средства, поздравляют в дни юбилеев. Основной стержень ветеранской организации, чтобы помнили, понимаете, вот это святое. Помимо людей живых у нас есть, которые уже ушли из жизни. У нас очень много достойных людей. В памяти героях, не вернувшихся с Чеченской войны, хранят названия улиц нашего города, памятники. А в честь Эдуарда Кадырова во дворце спорта города Видное проходят районные соревнования по дзюдо. Елена Федорова, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.